Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Захара Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. С красной книгой в мешок водоохранной зоне Кизлярского района обнаружены тушки незаконно выловленного осетра. Какая стоимость путевки на большой хадж и что ждет за нелегальное паломничество? Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции компании Марва Тур. Не просто белые и пушистые, но еще и теплые. Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела займется изучением шерсти дагестанских горных овец. Пять мешков с краснокнижной рыбой обнаружена водоохранная зона Кизлярского района. В них находились 33 тушки незаконно выловленного осетра с общим весом более 170 кг. Собранный по данному факту материал передан в правоохранительные органы. Сумма ущерба предварительно оценивается в 6 миллионов рублей. Отметим, что вылов осетровых в России, как и во всех прикаспийских государствах, запрещен. Допускается только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства. В Дагестане начат ремонт дороги Хасавюрт-Новолакская. За годы эксплуатации здесь появились значительные дефекты в виде просадок, сетки трещин и ям. Учитывая важность данного маршрута и возросшую интенсивность движения, было принято решение о включении объекта в госпрограмму. Реконструкция проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Трасса республиканского значения соединяет Новолакский район с городом Хасавюрт и с Махачкалой с выходом на федеральную автомагистраль. Также отрезок связывает Дагестан с Чечнёй. В настоящее время завершено устройство асфальтобетонного покрытия, идут работы по укреплению обочин. Завершение ремонта с вводом в эксплуатацию четырех километров дороги запланировано на конец июля этого года. Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела займется изучением шерсти дагестанских горных овец. Планируется забор около двух тысяч образцов. Полученные данные помогут в выведении новых пород с более высоким качеством шерсти. Подробнее Тамара Самедова. Производители не знают, какое рунно нужно переработке, а переработка, какая шерсть производится в России. Это главная проблема, говорят специалисты. Задача исследователей взять образцы, изучить их и проанализировать параметры шерсти. Эта информация может дать большой скачок для совершенствования племенной работы. Все исследования проводятся в лаборатории на высокоточном оборудовании. Результаты объективные. Исследования будут проводиться в течение двух-трех месяцев. Мы хотим примерно к сентябрю, то есть к началу осеменения, получить все эти результаты и данные дать в хозяйство. Впервые, наверное, Минсельхоз, департамент выделяют и финансируют эту работу. Мы не знаем, как долго это будет. В дальнейшем, если мы будем проводить ежегодно, кстати говоря, вот такую инструментальную оценку, это даст большой стимул вообще совершенствованию всей породы. Итоги исследований будут переданы главным зоотехникам и селекционерам республики. Они уже на основе представленных данных смогут решить, каких животных можно использовать в стаде для дальнейшего разведения, каких выбраковать. Наши хозяйства готовы предоставить эти образцы. Мы хотим понять, какая шерсть на территории республики Дагестан, какими качественными показателями обладает, и понимать, что мы завтра, в каком направлении нам двигаться. Мы очень рады, что такая была хорошая возможность, тем более бесплатная процедура. Дагестанская горная – одна из лучших тонкорунных пород в России, отмечают эксперты. Она единственная адаптированная к условиям горного содержания и имеет хорошие характеристики руно. Дает шерсть длиной около 10 сантиметров, которая пригодна для выделки самых качественных тканей. Вот, кстати говоря, хорошая шерсть. Вот тонкая шерсть. Из виток тоже хорошая. Хороший из виток. Я не знаю, как вы оцениваете, но я думаю, что тут они на 64 точно, а может быть даже и потоньше. Потому что тонкая шерсть, хорошая тонкая шерсть. То есть, смотрите, еще на 2 сантиметра вырастет, это вполне превышает требования стандарта породы, то есть, хорошая даже длина. Густоты спрашивал, видите, кожный шов. Кожный шов идет очень ровный. Это говорит о том, что шерсть густая. Всего для исследования планируется забор около 2000 образцов. В процессе над сбытом и переработкой шерсти уже подключились руководства Совета Федерации и Минсельхоза России. Первые паломники из Дагестана отправятся на Святые Земли для совершения хаджа 29 мая. Об этом рассказали на расширенной конференции компании «Марва Тур» с представителями региональных и федеральных СМИ. Затронули на встрече вопросы стоимости путевки на Святые Земли нелегального паломничества. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Конференция собрала представителей ведущих СМИ республики и не только. Ахаджи 20-24 рассказывал руководитель компании «Марва Тур» Булат Курбанов и ответственный за организацию паломничества Хусейн Гаджиев. Вопросы были самые разные и даже провокационные. У меня такой вопрос. Всегда цены ограничены конкурсами. Скажите, пожалуйста, в начальной точке здесь, в Махадскале, человек, какой выбор у него есть вылетит на хадж? Кроме вас, может быть, узбекская компания, азербайзанская компания. Если ваши цены покажутся высокими, то вы выбираете другой цены. И во-вторых, в конечной точке, может ли выбрать ли услуги других операторов, не государственных, а частных фирм и выбирать себе цены? А ответы исчерпывающие. Он технически это не сможет сделать, потому что ни одна компания, будь она государственная, будь это министерство по хаджу, в каких-то государствах есть, либо это частная компания, она не сможет просто получить визу для гражданина другого страны. Такие ограничения есть, так же, как и мы, не можем получить визу для граждан других стран, хотя запросов очень много. У нас очень много запросов от жителей стран СНГ, например, где большие трудности с отправкой на хадж. Сделать это невозможно. Что касается выбора на месте, то есть Саудовской Аравии, то в начале я об этом тоже говорил, человек, получив визу, он оплатил стоимость услуг на территории Саудовской Аравии. Соответственно, принимающая сторона оказывает ему услуги в рамках тех услуг, в рамках той визы, которую он имеет на руках. И если я уже получил визу, к примеру, я там в России, получил визу, или там, ну, я житель России, гражданин России, получил визу Российской Федерации, прилетая на территорию Саудовской Аравии, и там мне понравилось, как живут там американцы, например, или там французы, я хочу отдавать, я буду там с вами. Такое, конечно, невозможно. То есть Саудовская Аравия сама не позволит это сделать. Почему? Потому что для паломников из тех стран организовываются услуги, оказываются услуги, исходя из той квоты, из той оплаты, которую произвели именно жители и паломники той страны. То есть я не могу уже выйти за рамки там своей территории, там находиться на их территории, пользоваться их услугами. В этом году из Дагестана на святые земли отправится порядка 10 тысяч мусульман. Цена на хадж для дагестанских паломников не изменилась относительно прошлого года. 4 790 долларов – минимальная стоимость ура. У меня всегда интересовало, почему, например, на малых хадж или на ура всегда бывает дешевле, чем на хадж. Если виза на ура стоит порядка 150 долларов, то виза на хадж, если не считать дополнительных услуг, которые мы должны приобрести, это отельный, медийный транспорт, передвижение и так далее, это только досуг на территории для совершения паломничества, варьируется где-то от 2100, 2200, 2300 долларов. Это разница, она, конечно, накладывается на разницу в цене между малым и большим паломничеством. Это первое. Второе. Как и везде, в любом месте, спрос повышает стоимость. В период хаджа стоимость услуг, стоимость отелей, стоимость перевозки значительно возрастает. То есть ее никак не сравнить со стоимостью этих же услуг на период малого хаджа. К примеру, вам озвучу цифры, если в период, а быть не сезон хаджа, мы, к примеру, там можно забронировать отель, такой средний, можно сказать, отель 3-4 звезды, где могут проживать паломники, стоимость на одни сутки будет в районе где-то 50 долларов, такой средний отель 50 долларов, можно забронировать в Мекке. То на период хаджа этот же самый отель будет стоить не менее полутора тысяч долларов. К нелегалам руководства Саудовская Аравия будет относиться строже. Паломников, которые не имеют хадж-визы и находятся на территории Мекки, ждут неприятные последствия. Виза, на которой прямым текстом, с недавних пор они начали прописывать, что с этой визой запрещено находиться на территории Мекки с 23 мая по 10 июня, это именно сезон хаджа. Просто я бы хотел, чтобы вы для себя это понимали, что если вы слышите, что где-то кто-то совершает за 100 тысяч, за 150, за 200 тысяч рублей, значит хадж можно совершить за эти деньги, а вся вот эта разница тогда возникает, вопрос, куда она девается, почему тогда мы заявляем 500 тысяч или еще чем-то, чтобы вы понимали, что это просто нелегальный способ совершения хаджа. Думаю, он к хорошему не приведет, особенно эти организаторы. Людей как бы понять можно, люди простые, они верят, когда им говорят, что ты можешь совершить за 200 тысяч рублей хадж. Простые люди на это ведутся, но организаторы, они могут прийти к тому, что эти люди просто могут встрять на территорию другого государства, их там депортируют, посадят, ужесточение закона идет в этом плане в Саудовской Аравии. То есть такого рода проблемы могут быть. Первый вылет из Дагестана на Святые Земли запланирован на 29 мая. В среднем каждый паломник будет находиться в Саудовской Аравии 3-4 недели. Двое дагестанских армрестлеров выиграли чемпионат России. Главные внутренние соревнования этого сезона проходили в Орле. Победителями в составе нашей сборной стали Равиль Тагербеков и Зураб Гаджиев. Они победили в категориях до 60 и 80 килограмм. Кроме того, подопечные заслуженного тренера России Гасана Алибекова завевали по одной серебряной и бронзовой медали. Их обладателями стали Магомед Вилья Халиков и Рамедин Казимагомедов. Всего на соревнованиях выступали порядка 400 спортсменов из более чем 50 регионов России. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова